всем привет я решил публиковать свой видеодневник на канале где и в котором я вел записи во время голодания мне было весной такой интересный опыт я решил поделиться все таки с подписчиками своими потому что у меня был опыт у меня была мысль вообще не показывать это после того как закончилось у меня голодание но через как спустя уже больше чем полтора месяца как я закончил я решил все-таки публиковать материал и потому что мне кажется все таки он будет кому-то интересен и полезен возможно люди просто поделиться опытом и знаниями не я же один этим занимался какими-то знаниями обменяться точнее не поделиться обменяться знаниями не было бы интересно на эту тему поэтому я решил публиковать материал и я его разобью на несколько частей там получится довольно таки много материала я голодал 10 дней и вот я хочу первые пять дней и вторые пять дней отдельно выложить роликами потому что довольно много времени и они честно говоря были немножко разные в плане некоторых моментов поэтому сейчас я вам предлагаю вот в этом видео посмотреть первые пять дней а в следующем видео уже я расскажу о от 6 до 10 дня что со мной происходило и что я испытывал время в этих дней возможно уже ссылка на этот ролик на вторую часть она будет под в описании под этим видео так что все что смотрите ищите там его всем приятного просмотра пока не знаю буду выкладывать это видео в открытый доступ или нет но я хочу вести такой видео дневник у меня четвертый день идет четвертые сутки как я занимаюсь голоданием и хочу зафиксировать некоторые моменты которые мне кажется важны чтобы запомнить вот по дням что как вот менялась и как что происходило у меня в эти дни начал я давайте начну с того что я поставил цель для чего это мне вообще нужно я хочу именно заняться самоочищением ну организм накопилось много всякой ерунды еще давно очень много было решено но надо было почиститься я выбрал метод голодания все-таки потому что мне кажется это действительно реальный способ который мне может помочь причем выбрал сухое голодание но начал я нашел честно говоря интуитивно так вот спонтанно все это началось но я всегда все так делаю как-то спонтанно не все продумывая как нужно сначала поэтому мало ли что думаю все будет хорошо начал я с того что первый день я пил воду причем довольно много и воды выпил и не просто в воду а я делал воду по методу который описывал мой отец книги энергия слова и и и делал один день потом я заметил что день прошел было первый день было тяжело и в плане того что я чувствую себя замечательно все хорошо но вот это чувство голода конечно но мозг долбила так серьезно все такими наркоманы с этой едой это просто кошмар ну хорошо же чувствую себя зачем вот это вот мучить себя вот этим чувством вот дай чего-нибудь съесть вот первый день принципе так и прошел и я решил думаю ладно продолжим на следующий день если буду чувствовать себя с утра хорошо лег спать уснул все хорошо я спал нормально проснулся и я заметил что чувствую себя действительно я даже лучше чем вчера я решил продолжить попью воду еще точно так же сделал там следующий день водичку себе в банке налил и пил но уже чуть меньше я выпил за день я замечал что когда пью воду мне тяжелее вот в плане ощущения голода именно поэтому уже на третий день я чуть-чуть водички выпил с утра и все перестал то есть сейчас мне 4 сутки идут получается меня 4 сутки вообще голодания но сухого голодания вот по сути одни сутки прошли вот сейчас вот реально я ничего не пил и не ел уже на четвертый день на второй день что поменялось чувство голода было довольно таки сильное но принципе ничего так сильно не изменилось я уменьшил количество воды на третий день вот третий день уже с обеда у меня воды не было совсем я воду не пил и стало чуть легче с ощущением голода но тяжело было вот честно говоря то что все таки все у меня же большая семья 8 человек и все едят что-то пик там мама наша печет что-то и все это вкусно очень пахнет в принципе хотелось все время что-то такое съесть ну как это чтобы я хотел прям съесть но это вот пробуждало вот это вот наркоманское желание поесть но в принципе я нормально с этим справлялся не особенно как-то не страдал прямо валяться и страдать на третий день я наконец-то понял что мне нужно все-таки двигаться побольше и посмотрел некоторые видео уже по голоданию и все там рассказывать про движение я стал делать упражнения которые у меня есть для спины очень хороший комплекс он есть на канале у меня если это был и выложу видео то я ссылку оставлю на этот комплекс упражнений и и к еще там комплекс упражнений это для разминки был и еще там у меня система упражнений есть по которой я занимаюсь там пресс подтягивание отжимания там меня тоже видео если тоже вы оставлю ссылку вот я стал заниматься и что я заметил это очень интересно было наблюдение вот в третий день у кстати много наблюдений уже было таких я когда стала делать одно из упражнений там повороты такие в левую правую сторону я заметил что я легко поворачиваюсь как будто и у меня растяжка очень такая хорошая хотя я очень неподвижный человек последнего эту зиму был очень неподвижный все что-то смотрел что-то в компьютере где-то очень мало двигался и вообще когда я делал это упражнение раньше я вот его делаешь выдыхаешь и потихоньку выворачиваешься поворачиваешься снова дыхаешь выдыхаешь на выдохе так проворачиваешься и как бы вот ложишься а тут я очень легко делал и в одну сторону и в другую хотя мне там правую сторону было тяжелее уже забыл даже на общем такое странное какое-то наблюдение было что у меня как будто растяжка появилась но ладно это хорошо еще одна была новая вот третий день вот третьи сутки даже вот всего сутки даже мне это все происходило мне появилась отрыжка отрыжка и постоянно что-то вот не скажу что они приятно нет было как раз нормально но постоянно была отрыжка я не знаю с чем это связано и уже на третий день особенно кстати все дни были с первого дня началось налет появился на зубах я потом посмотрел других голодающих у них все то же самое и налет на зубах был образовывался больше чем обычно вообще когда я ел я принципе у нас питание так приближено к здоровому можно сказать поэтому поэтому у меня как-то налета такого сумасшедшего не образовывалось на зубах ну зубы понятно я чистил все равно а тут вот такое все дни принципе вот кстати четвертый день сейчас 4 сутки пошли и такого налета нет вот сейчас правда нету налета у меня прошло похоже все эти дни я спал принципе нормально тоже появилось то что мне хочется спать чуть раньше ложиться и мы поздно ложимся все время час около часа и принципе так и ложился спать но спать я хочу с 10 часов и для меня вообще это нормально я когда-то пробовал так ложился с 10 до 11 я точно ложился спать и очень хорошо себя чувствую замечательно тут самое лучшее время для меня личного было поспать из 10 ложусь то замечательно и вот меня постоянно слов сон клонило именно с этого времени но так и не ложился ну да ладно принципе все эти ночи три ночи проспал я хорошо и третий день уже было ярко выраженное и вот четвертый день тоже это вот неприятный привкус во рту такой что-то выделяется и появился запах у меня уже третьего дня не только во рту этот привкус и запах тоже соответственно такой резкий какой-то непонятный но но еще и от кожи тоже везде я вот сегодняшнего четвертого дня буду по два раза купаться в день чтобы смывать все это дело и на четвертый день на четвертый день я добавил еще упражнение но не упражнения движение не посмотрел что нужно заниматься дыхательными практиками там вот лучше там разные дыхательные практики еще что то но так как у нас участок такой на крутом склоне я решил ходить именно ходить двигаться у нас по участку как можно больше потом раз в час хотя бы выходить и там километр пройти хотя бы дальше постараюсь увеличить эту дистанцию и ходить все больше и больше для чего это дело я делаю чтобы вот это дыхание не отец уже дала совет еще один хороший огне дыхание это как мне это дыхание которое необходимо сейчас как его вызвать при ходьбе не не быстрый а просто вот той ходьбе когда я глубоко дышу и вот это вот не помогает я спокойно и поднимаюсь вверху не спеша и спускаюсь вниз там где-то ровные места где-то вот как я чувствую что немножко устали ноги прохожу по ровному по ну по ровной местности потом спускаюсь но поднимаюсь и правда это работает хорошо я знаю со временем это это поможет очень пока только начало четвертый день двигаться нормально плюс буду дальше делать упражнение и вот четвертые первые сутки получается когда я не пью воду поэтому во рту начинает как-то пересыхать чуть-чуть но чуть-чуть незначительно не могу сказать что это прямо проблема какая-то большая и еще одно наблюдение интересное вот в плане именно наркоманского желание поесть я четко это отделил сразу понимая что это именно не необходимость такая сумасшедшая для человека питание и даут это а это больше удовольствие это именно удовольствие мы поэтому нам так тяжело мы привыкли как вот знаете не знаю человек сахару привык как сейчас сумасшествие творится такое сахаром попробую кому-то скажи что можно без сахара жить с ума сойти когда ну ты что как это возможно вот точно так же и с едой гораздо меньше мы можем есть это все больше вот именно от наркомании какой-то идет вот такой вот хочется поесть не то что я взял поел просто немножечко чуть-чуть там для поддержания чтобы топливо бросить себе в организм и все на этом закончилось нет хочется 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 что это за странное желание так вот значит в этот день я вот четко стал осознавать что пока я вот этот вот момент не смог перебороть именно я есть почти совсем не хочу кстати сегодня совершенно не стану такое как будто бы как искать вы до вышел со стола немножко немножко голодным говорят что не нужно перед наедаться за столом начать и переел а если состава ушел его чуть-чуть не наевшись то значит как раз ты съел столько сколько нужно вот меня примерно такое состояние да я себя чувствую в принципе хорошо и ощущение голода нет но вот это вот именно в плане удовольствия что мне хочется этого удовольствия получать вот там съесть чесночок там что-то вот вижу сыр брынзу нашу домашнюю еще что-то какое-то печеное и все это какой там пролетает где-то мысли какие-то там что-то даже приснилось сегодня что я там все кусочек хлеба съел и потом плевал как это я случайно в общем очень странный какой-то как рассказать вот эти ощущения они странным тем что я лично вот на уровне на других уровнях не на уровне физического тела на других уровнях я не хочу все нормально но вот это тело но вот требует поэтому сейчас не договариваемся и я стараюсь объяснять что к чему и зачем это нужно вот самому себе же ну цель у меня хороший действительно я хочу быть все-таки более здоровыми для меня это важно ну как принципе для любого человека потому что своим детям не хочется передавать все гадости которые мы накопили потом им передать чтобы они с этим справлялись ну зачем если я могу ну лучше я не знаю сколько там десять-двадцать дней сколько это понадобится лучше я эти дни переживу на и научусь чему-то кстати многое узнаю на себе на почищу это все делал и восстановлюсь и пойду дальше уже более здоровым чем вот я дам слабину и и потом буду передавать это детям все но это конечно сейчас это говорю посмотрим что будет дальше вот на этот день на 4 принципе это все у меня закончился второй день сухого голодания уже идет третий день и идет пятый день в общем голодание да я вообще ничего не ем но и у третий день когда я ничего не пью получается за четвертый день за прошлый день я хочу добавить что я вот не учел один момент это вот нагрузки физически казалось просто там ну я банки переставлял погребе надо было потянуться на полку далеко там поднимать банку вытаскивать в чем несколько банок там было может 20 переместил и если я раньше бы не устал тот вчера я очень устал и прям вот никак не мог восстановиться наступила какая-то слабость вообще поэтому с нагрузкой нужно быть аккуратным и плюс еще что различия вчера я гулял ходил и нас без проблем то есть я хорошо чувствовал может быть сказалось это вот физическая нагрузка вчера потому что сегодня вот прям слабость напала можно сказать а вот я вот не тяжелее я сейчас похожу погуляю еще и станет легче спал с этим сплю я нормально но почему-то как-то как рассказать отры отрывками и поспал шесть часов потом проснулся не мог спать не учета смотрел телефоне том что вырубился еще на три часа и все такое сонное состояние видимо это нормально сейчас воспринимают спокойно но с чувством голода стало проще сейчас ну как проще примерно это как-то выровнялось состояние там бывают всплески иногда но что забавно вторую ночь мне снится что я что-то съел позавчера так немножко там было как будто я кусочек хлеба сел почему-то случайно будто бы его не заметил взял в рот потом сегодня приснилось да опять что-то случайно вдруг что-то съел блин ну елки-палки ну я же хочу задержаться же ну как задержаться не скажу что я прямо вот страдаю но почему-то вот такие моменты есть хочу еще один важный момент выделить на который я обратил внимание это вот эту тему продолжить наркомании что еда это наркотик и я вот уже сейчас четко очень четко разделяю чувство голода именно которые были первые два дня особенно и чувство голода в плане именно вот воспоминаний что и даже не просто положил что-то в рот и съел там проглотил вот внутрь отправил организма а это какая-то атмосфера это сели за стол это какие-то ароматы там чего-то там у нас принципе очень вкусная пища нас все хорошо готовят и и как-то я любил именно вот наслаждаться едой знаете и вот это вот состояние вот вот этот голод такой не физически а вот другой другого уровня он никуда него не девался хотя я нормально переношу все в принципе но не помогает все вот принц пока вот на данный момент помогает именно поставленные цели эти зачем это нужно и в принципе что я от этого ожидаю вот эти вот слабость все вот такое состояние я его в принципе ожидал не думаю что будет прямо ты намного лучше даже думаю что может немножко быть похоже потому что организм начинает что-то старые завалы разбирать что-то использовать как пищу что-то ему не нравится выбрасывает и так далее еще один момент хочу отметить это во рту немножко еще сильнее пересохла и во рту а это на самая неприятная тесно говоря вот во рту вот очень неприятный привкус я воду не пью но рот полощу потому что это невозможно терпеть во рту вот это все да и слюновыделение высокого меня когда хожу особенно постоянно что-то сплевываю вот слюна выделяется выделяется такое интересное наблюдение а вот этот привкус вот утром был какой-то какое-то ощущение не знают больницы что ли вот знаете этот запах такой ну в больше на вкус я чувствую запах конечно там тоже никому не подхожу чтобы не дышать ни на голову надо пережить это все дело потому что не такие мы чистые как нам хотелось бы на самом деле но во всяком случае я точно на вот пока на данный момент это наверно все важные такие моменты которые я хочу хотел отметить вот на пятый день голодания который у меня начался пятый день и вот третий день сухого голодания